в этом видео поговорим про очень полезную ноду curving4 создадим новый проект так данная нода что помогает нам сделать что она возвращает она возвращает информацию о кривой давайте мы создадим любую кривую желательно так секундочку новую кривую вот такая кривая открываем наш вот эдитер и видим что у нас есть трансформ есть шейп так лишнее убираем остается шейп в шейпе лежит довольно много коннектов это только часть этих коннектов можно показать все атрибуты и здесь довольно много всего лежит но нас интересует только некоторые из них те которые будут использоваться в качестве получения параметров этой кривой основных параметров которым будем использовать и вернемся опять к нашей ноде curving4 создаем ее curving4 вот она что она в себе содержит основное что нам понадобится это вот этот атрибут арклайн он возвращает длину всей кривой нашей у него есть еще ряд других атрибутов но эти атрибуты можно получить иными способами тоже напрямую из вот этого шейпа и не особо то и нам сейчас пригодятся на самом деле основное что мы будем использовать это вот этот выходной параметр арклайн здесь у нас узлы наши поинты из которых состоит от эта кривая но это все такое довольно примитивно это об этом мы не будем сейчас говорить вот далее что мы делаем у нас есть как бы тут пара выходной параметр у шипа world space можно его взять можно взять этот локал в принципе они работают практически идентично берем world space и подключаем input curve вот у нас есть такой входной параметр куда мы подключаем наши кривые ну это надо на умеет принимать только одну кривую поэтому так мы подключаем нашу кривой что мы видим у нас появился вот такой параметр такое значение у нас появилась 70 там с чем-то так и смотрим я скопирую в эту вкладку чтобы мы видели как изменяется это значение в зависимости от того как мы будем изменять структуру нашей кривой вот я ведь тяну и мы видим что чем длиннее становится кривая тем больше становится сам параметр соответственно мы понимаем что это длина нашей кривой общая и длина не от точки нет начальной точки до конечной точки а общее по всей кривой вдоль всей кривой так что мы можем сделать с помощью этого основное где это используется ну как один из часто используемых примеров я вообще много где можно применить но один из часто встречающихся примеров я покажу создадим ряд джойнтов пусть будет немного потому что долго будем их соединять все это дело так окей окей увеличим немножко в радиусе чтобы видно было окей вот этому не будем затрагивать все остальные до все остальные нам пригодятся и далее мы создадим кривую вдоль вот это вот этих нашей конструкции окей и мы выберем такую привязку так так и так окей кривая у нас тоже есть можем выделить ее поинты кривую и видим что надо она гнется все порядке все окей да и далее что мы что мы сделаем есть такой инструмент в мае может многим он уже знаком как айкей сплайн handle так что он делает выбираем первую кость выбираем последнюю и выбираем нашу кривую он позволяет нам как бы вот эти кости запускать вдоль кривой и мы видим что да вот теперь с помощью кривой можно управлять иерархией иерархии костей вот мы видим это все но так чтобы было нагляднее вот управляя вот этими точками мы управляем иерархии костей но когда мы передвигаем у нас мы видим что кривая становится длиннее кости они просто как бы движется вдоль этой кривой не сохраняя и общей длины иногда это полезно иногда это нужно но бывают такие случаи когда нам нужно чтобы это все тянулось так секунду до чтобы это все тянулось и как бы но встречалась там все такое вот для этого мы возвращаемся в наш not editor и используем как раз нашу ноду корр инфо берем мы перетаскиваем так данном случае нам нужен шейп вот этой кривой я уже говорил об этом что мы берем именно параметры шейпа и подключаем к кирвин по киров инфо есть вот и давайте откроем все параметры вот чтобы видно было бы этот input в него подключаем наш world space но или local можно вот подсоединитесь не хотите скопаться вот подключаем local и мы видим что нашей ноги вот этой передался параметр 18 вот нас такой здесь число получилось и далее теперь что мы делаем мы должны передать вот эту длину нашим костям как известно наших костей по да и многих других объектов идет единица skill и соответственно что нам нужно будет сделать если без всего этого просто глянуть можно посмотреть что вот мы с келем кости и они у нас как бы до растягивать нам нам нужно растягивать вдоль нашей кривой соответственно нам нужно передавать одновременно скилл и деформации как бы нашей иерархии что мы делаем мы чтобы эти вот эти кости они приняли сразу параметры единицы и и этот параметр наращивали нам нужно превратить вот этот арк лент нам нужно его превратить в единицу ну можно поделить число само на себя довольно примитивная процедура так мультиплей девайд давайте используем для этого он позволяет нам разделить значение если не знаете как он работает посмотрите урок на канале есть урок про мультиплей девайд так подключаем один из инпутов и установим здесь значение 18 18 и пусть делится само на себя в итоге как бы по дефолту получится единица по умолчанию значение дает нам единицы мы смотрим можем это проверить так берем нашу давайте вот эти три кости выстроим так поудобнее и будем передавать скейлу x вот он наш скейлу x по оси вдоль стороны нам не нужно нам только вдоль нужно это все скейлить и наш output x вот он первые поля наши результат нашего аутпуда передаем скейл x окей первый джоинт второй джоинт третий джоинт окей и смотрим что на вход вот на вход у нас теперь пришло вот такое значение единица и ничего не изменилось нашей структуре она как как было так и осталось ничего не деформировалась так теперь мы проверяем будет ли теперь будут ли теперь кости наши растягивается вместе с кривой и вот мы видим кости тоже растягивается вот результат довольно примитивный если бы костей было больше все такое то это все было бы как бы но смотрелось довольно так мягкие изгибы были бы а так мы увидим да все это как бы скейлиться и можно посмотреть передался ли скейл мы видим да у нас теперь скейл больше единицы теперь с каждым разом когда у велись увеличивается это значение в кервинфо вот каждый раз она делится на предыдущее исходное значение и соответствие в соответствии конечно же единица уже наращивается здесь уже значение не единицы становится больше но это так немножко отходя от темы вот в целом мы получаем длину этой кривой собственно такое основное ее назначение я думаю на этом все понятно пробуйте тестируйте делайте большее количество костей а большее количество вот этих вот этих точек устанавливайте кластера и управлять этим кластерами да и будут изгибы у вас будет намного мягче намного все это будет смотреться изящнее все на этом я думаю все всем спасибо всем удачи